Я Патрик Ланкасер, и сейчас мы в Ростов, Россия. И мы здесь, потому что последние два опорта, которые мы сделали, мы говорили с русскими о своих思ах о последних событиях. Например, с атакой, которая сильно уничтожила Крымский брызг. И также, что Россия уничтожила почти все крупные страны украинские в последние дни. И мы сделали эти опорты в Крымске. И с популярностью, в прошлой ночи, я решила сделать ополы и посмотреть, что мои зрители хотят увидеть. Так что мы сделали это, и из более 15,000 ответов, более 90% сказали, что они хотят увидеть опорты в Ростове о том, что русские думают о том, что Россия в Крымске украинские в последние дни. Поэтому мы здесь, чтобы сделать это. Потому что наши зрители, которые мы сообщим. Потому что мы объединены, абсолютно индивидуальными. И мы только поддерживаем наши зрители. Так что вы, которые мы отвечаем. Так что вы можете поддерживать нашу работу с ссылкой на экране, в описании. Теперь давайте поговорим с людьми, и посмотрим, что люди говорят о ситуации в России и в Украине. В Украине. В Украине. Здравствуйте. 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 Я с корреспондентом. Пожалуйста. Я живу в Донецке 8 лет. Заведаю передовой каждый несколько дней. Мы здесь сегодня. Я хочу вопрос к русскому гражданству. мирные люди, как они подумали за последнюю несколько дней обстановка на Украине? В принципе, несколько дней русские войска больше интенсивно стреляют на принципе каждый город Украины. Как вы чувствуете за это? Как мы чувствуем за это? Мы здесь живем всю свою жизнь и мы знаем, что 8 лет страдали люди в Донецке и в Луганске. Мы чувствовали это прям как бы можно сказать физически, потому что они к нам приезжали сюда, то есть были беженцы постоянно и мы с ними общались очень много, то есть там было горе, были потери, были убитые дети, убитые люди, поэтому мы все это прекрасно знаем и это была вынужденная мера России необходимая. Мы же предупреждали наших партнеров на Западе, что не нужно не ходите к нашим границам, не ходите пожалуйста, потому что мы вынуждены будем ответить, поэтому вот так теперь получается такая ситуация, которую мы имеем на сегодняшний день. И что вы думали будет дальше? Что будет дальше? Да. Что будет дальше наверное Бог только знает, мы не знаем и не можем знать. Как мы можем предполагать, мы с вами находимся в Ростове, передовая у нас находится за 200 километров, ну или за 500 грубо говоря, мы не видим даже какой там, какая там обстановка сейчас, мы видим что нам передают в СМИ, что там тяжелая боевая обстановка, а как будет дальше и что будет дальше, этого неизвестно. Спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы журналисты. Можем вопросов и пару слов? Пожалуйста. Сейчас Россия войска стреляет... Ребята, это муть. Нема, да? Проходите, проходите, проходите. Не, мы просто верили. Ого, Господи. Ну давай. Смотри, фонарьи не открыли. Я тебе, я тебе. Как это? Я тебе, папарацци. Рада? Вот там, что там? Отлично. О, телеска кончилась. Опять короткая. Ну что ж такого телеска? Здравствуйте. Можем вопрос, пару слов. Как вы ощущаете, что произошло Украина сейчас? Ты откуда? Украинец. Не, я американец. Американец? Я живу в Донецке уже восемь лет. Ну что вы, что вы американцы там рассказываете, что они, блядь, воюют, а мы террористы? Что ж за американцы? Восемь лет их уговаривали. Восемь лет. Они не поддались. Что теперь с ними делать? Да. Обстреливают наши уже города. Какое города? Да нет. Какое города? Этот. Плугайск. Курс. 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 Белгородскую область. Белгород. А что ты здесь снимаешь? Ты туда езжай и снимай. Я уже снимаю там восемь лет. Ну расстреливает? Да. Ну так а что? Только они же правду не хотят слышать. Ни американцы, ни европейцы. Это что, я пытаюсь восемь лет. Пока же мир правды. Они же не хотят правду смотреть. Поэтому. Я попробую восемь лет за это. Что еще вы можете сказать за эту обстановку там? Война это страшно всегда. Да. А в наше время это в войне страшно. Но. Необходимость. Я верю, что вы шапка в войне. У меня внук служит. И подарил. Чтобы я тоже был причастен. Да? Да. Что вы можете сказать за Путина? Что? А что Путин? Наш президент. Всеми уважаемые. А что еще можно сказать? Нормально, правильно политику ведет. Поддерживаем. А как вы считаете, что нужно сделать? Не дивиться, чтобы его расхваливать. Что будет дальше? Победа будет дальше. Какая? Дойдем до Львова и освободим свою Украину от нечисти. Да? Только так. И не иначе. Иначе они не угомонятся. Этот наркоман Зеленский, он не угомонится. Все. Спасибо большое. Спасибо. На здоровье. Здрасте. Здрасте. Мы корреспондент. Можем вопрос себе, пару слов? Сейчас на Украине, русские войска, последние несколько лет, интенсивно стреляют на каждое большое городе Украины. Как вы можете чувствовать это? Что вам могу сказать? Не знаю. Пусть не лезут. Хорошо. Спасибо. 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 Украину. Украину, в принципе, большая эскалация. Несколько лет, русская стреляет на каждый украинский город. Что вы могу сказать? Как вы чувствуете это? Мы с ним просто. Они бьют нас, мы бьем их. Вот и все. Ну как, они в Донбасс сколько бомбили, сколько там мирных жителей погибло, вы представляете? Да, я живу там уже 8 лет. Ну так тем более, ну сколько можно было терпеть это все? Я за. Думал это хорошо, да? Я думаю это правильно, потому что по-другому они не поймут. И что вы думали будет дальше? Дальше не знаю, поживем увидим. И что вы думали за Путин? Я за. Путин? Да. Хороший, да? Да. Понял, хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте. Вы журналист, можно попросить пару слов? Да. Последние несколько дней на Украину. Как, в принципе, чуть-чуть эскалация. Не-не-не, про Украину нет, ребята. Хорошо, без проблем. Не, по-другому. Да, это такое. Ну давай, мы спали. Давай, там, хватит на поборгать. Отпрыгали. 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 который живет в Донбассе уже восемь лет. Мы хотим знать, что люди на Россию подумали за новую обстановку там. В последнее, несколько дней есть эскалация. Россия, в принципе, больше интенсивнее стреляет на каждый украинский город. Как вы могли бы думать за это? Да вы знаете, у меня смешанные чувства там в голове. Конкретного вопроса или ответа я не могу вам дать. Просто эта вся обстановка, это очень печально, на самом деле. Очень печально. Понял. Так что, печально все. Как вы считаете, правильно, что Россия поднажала? Элемент. Ну, я свое мнение придержу при себе. Так что, вот рыбалка увлекся и все. И чудеса. А то, что происходит, я понимаю все. Но делать что-то надо с этим. Не должны люди умирать, гибнуть. Это не есть хорошо. Это вот то, что я могу выразить. Такие секреты. Все нормально. Что-то интересное здесь, здесь в центре Ростове, здесь в центре Ростове. Это старый Макдональдс. Ну, это уже не старый Макдональдс. Потому что Макдональдс был разрушен в России. Макдональдс был разрушен. Макдональдс был разрушен. Но это называется Куста и Точка. Они взяли все старые Макдональдс и запрещали их в новом, почти точно так же, как Макдональдс. И все же, что вы покупаете электронно. У нас есть в кухне. И все так же. И... Это интересная вещь, здесь в России. Какие санкции и закрепление всех этих северных компаний, и остановка этих северных продуктов, которые приходят сюда, это не очень сильно влияет на жизнь людей. Это более открытые возможности. Потому что сейчас, например, Coca-Cola, у нас был разрушен по-русски. И даже рестораны и все. И так же с Пепси. И многие другие компании северные. Они просто смотрят на эти... В России просто смотрят на эти компании северные, и используют это как возможность для более бизнеса. Северные��и и предыдущие. Здравствуйте. Вы журналисты. Можем вопросу при cuatro словах? Да, пожалуйста. Последние несколько дней на Украину было как эскалация. Россия сейчас интенсивно стреляет на каждый город Украины. Что я могу сказать за это? Я поддерживаю. По-моему, это адекватное развитие событий. Почему? Наш президент предложил перейти к каким-то переговорам. Начать диалог. Но они напрочь отказываются. Что еще делать? А как вы считаете, это была последняя капля из-за моста Кремлевского города? Я думаю, что это было очень весомое событие. Как это мост? Что вы думаете? Кто виноват этот мост? Украина сказала, что Россия сделала это. Я думаю, что это неправда. Было много угроз со стороны украинских властей. Что они хотят это сделать. И что вы думаете будет дальше? Дальше? Ну, сложно сказать. Я как бы не политический аналитик. Но я думаю, что со стороны России будет сделано все, чтобы принудить Киев к мирным переговорам. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Последние несколько дней, Россия больше интенсивно стреляет на каждый город Украины. Что вы можете сказать? Как вы чувствуете за это? Ну, насчет Украины? Да. Ну, мы полностью поддерживаем Россию. Да? Да. Угу. Угу. И вы понял, последние несколько дней большая эскалация, да? Да. Ну, мы за Россию, да. Нет, вопрос. Сейчас идутся обстрелы, да? Да. Что вы считаете по этому поводу? Ну, мы считаем, что... А Путин сейчас поступает правильно, потому что Донбасс обстреливался, гибли дети, пожилые люди. И что вы можете сказать о Путине? Путин? Ну, я считаю, это наш президент. А на сегодняшний день альтернативы нет у России. А как вы думаете, это все из-за Крымского моста началось? Ну, я думаю, это просто была последняя точка. Спасибо большое. Здравствуйте. Мы журналисты. Можно вопрос, пару слов? О чем? Из Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно пару слов? Украина. Как... Что вы могу сказать за последние несколько дней? Как... Россия... А вы кто? Я неизвестный журналист, который живет в Донецке уже 8 лет. Ну, если вы жили в Донецке 8 лет, то вы прекрасно сами знаете, что там происходило. Я знаю, но если я сказал это Украина, из Европы сказал, я не говори правду. Я хочу показать мир, что вы... А журналист какой страны? Газеты? Я родился в США. И мой YouTube-канал, я сделал все мои репетажи уже 8 лет. И... Но моя аудитория хочет слышать, как обычные русские люди подумали за обстановку там. Ну, а как могут обычные люди думать за обстановку, если мы соседи с этой территории? И... И... У нас есть не только новости, которые мы смотрим по телевизору, а есть друзья, родственники. Ну, что? Ну, что? Ну, что? То, что показывают по телевизору, я считаю, что это правда. Все, что 8 лет происходит, она не различается с тем, что говорят по телевизору. Но на телевидении Украины и Европы и США говорят другому. Ну, так телевидение Европы и США должно приехать и посмотреть своими глазами. Да. Чтоб не кто-то что-то говорил, а своими глазами приехать и посмотреть. Ну, факт, после взрыва за мост, Руссия, принцип открыт и гон на... Принцип, каждый большой город Украины. Что бы я могу сказать за это? С акцентом говорит. Не понимаю. По поводу Крымского моста, это была последняя капля, вот, в России? Нет. Позле... Позле мост... Сейчас на Украину, Руссия стреляет, в принципе, каждый большой город. Череводите, девушка. Потому что половина слов говорит... После моста, да, взорвали мост и два дня вот как раз ведутся в каждом городе в Украине большие обстрелы. Ну... Как же Руссия? Ответ. Там же сказали по телевизору. Президент же объяснил, что это ответ на взрыв моста. Ответ. И это правильно или не правильно? Ну, он же предупреждал заранее, что, как бы, если какие-то будут, как это называется, агрессия, что ли, в сторону России. Он предупреждал заранее и не один раз говорил, что он этого не допустил. А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы закончилось это все время? Переговоры. Переговоры. Только переговоры. Только на переговорах это можно решить. А если президент Украины не хочет слушать переговоров вообще? Значит, украинцы должны, это самое, сам народ должен, да, восстать, лидера своего какого-то выдвинуть или что-то. Ну, как-то ж нужно решать этот вопрос. Я считаю, что этот вопрос все хотят решить. У всех эта боль огромная. Всем плохо от того, что два русских народа, славянских народа, которые братья испокон веков. И сейчас брата убийственное, собственно, происходит событие. И я считаю, что обязательно нужно переговоры. И я так понимаю, что все ведется в этом направлении усиленно. А как вы считаете, будет вообще мир? Обязательно должен быть. По-другому никак. Конечно. Все, спасибо большое. Только вы мне так и не сказали, что за страна, что за газета или на кого вы работаете. Это Патрик Ланкастер, ютубер. И он работает сам на себя. Ютуб канал. Здравствуйте. Здравствуйте. А вас фотографировать надо? А, нет, понятно. Мы журналисты. Можем попросить пару слов? Да, конечно. Что вы можете считать за последние несколько дней на Украину? В принципе, Россия стреляет на каждый большой город Украины. Что вы можете сказать за это? Нет, извините. Мы не будем комментировать. Хорошо. Мы не говорим. Здравствуйте. Мы журналисты. Можем попросить пару слов? Да, можно. Как вы можете считать за обстановку Украины сейчас? Что вы можете сказать за обстановку Украины сейчас? Например, потому что последние несколько дней было чуть-чуть интенсивнее Россия стреляет на каждый город Украины. Как вы можете считать? Мы сами из Украины, Слованской области приехали, эвакуировали сюда. Война у нас. Война очень страшная. Бомбят города Лисичанскому. Очень страшная. Мы выехали, можно сказать, эвакуировали всю Россию в Ростову. Ага. Игон на каждый город Украины. Что вы можете сказать за это? Что вы можете сказать за это? Ну, так. Везде люди. Все это страдает народ. Ну, сколько ж можно по нам надо стрелять? Сколько можно терять? Мы тоже это терпели все 8 лет. И бомбили обстрелы. Война. Настоящая война. Обстрелы. Особенно у нас страдал Луганск, Донецк. Донецк сейчас и дети умирают. Вы говорили, что от Украины стрелали, да? Да. Это Донецк, это ЛНР, ДНР. Ну, Украина сказала, что они не стрелают на гражданские. Это ложь. Ну, это они так говорят. Но мы так сами жили, мы видели это. И как вы думали, почему Украина стрелает на мирные люди? Ну, это вообще необъяснимо. Это какая-то дикость какая-то происходит. Просто по мирным стрелять. Не по военным. Там вообще нет военных, где они стреляют. Мы с того города, мы все пережили. Три обстрела таких пережили, что или выжили. И мы знаем, от куда стреляли, и видели, от куда стреляли. И что, могу сказать, что будет дальше? Вот это уже вопрос. Как Запад поведет? Они же подпитывают, да. Запад Украины? Нет. Ну, Запад же помогает Украине вооружениям, войсками и так далее. С людьми. А как дальше будет это? Сам Бог знает, наверное. Надеемся на лучшее. По крайней мере, так. Спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте, а можно интервью взять? А какое тело? Насет Украины. Ох, блин. Ну, чуть-чуть, пожалуйста. Пожалуйста? А вы откуда? Я родился в США, но уже живу в Донецке восемь лет. И я уже восемь лет пытаться показать мир, что правда там. И сейчас мы сделаем репутаж, как мирные люди в России думали, что есть там. А если мы сами из Донецка, что сказать? Это еще лучше. Что вы могли сказать? Наверное, вы знаете, пять дней назад был взрыв на Кримский мост. И через пару дней позже это был Руси открытый год на каждый город Украины. Что вы можете сказать за это? Говорите, я не скажу. Я скажу. Я полностью поддерживаю политику России и Путина. Полностью. Потому что нас восемь лет Украина обстрелила. И никто на это не обращал внимания. Никто. Нас просто сейчас защищают. В Донецке тоже, да? Да. И что я могу сказать? Что будет дальше? Дальше? Ну, дальше любая война миром заканчивается. Да. И мы думаем, что будет мир. И то, что на Украине, как и в России, есть плохие и хорошие люди. Ну, как хочу вам сказать. Как сказала одна блогерша, нет плохих и хороших. Все люди одинаковые. И на Донецке, вы там все восемь лет или вы был здесь? Нет, я все время там. И сейчас там. А, да? Да. И что вы видите твои глаза там? Ну, что мы видим? Ну, по-вашему, мы не понимаем, откуда прилетает и кто стреляет. Кто? Говори за люди. Украина. Украина. Украинские войска нас обстреливают. За мирных, да? Да, мирных людей обстреливают. И как вы думаете, почему они сделают это? Почему? Да. А потому что они не самостоятельные. Что им приказывают с Запада, то они и делают. Западный, как вы сказали? Да, Запад. Да. США и Европа? Да, США и Европа. И почему они на этой обстановке? Это Украина, Россия, да? Или как? Ну, это сложно объяснить. Как? На Украине тоже, на той Украине, тоже не все поддерживают Зеленского. Просто люди боятся. Что вы думаете о Зеленского? Что я думаю? Да. Что он кровавый, как его, комик. Понял. И на Путина что вы думаете? Не знаю, я к нему с уважением отношусь. Да? Да. И Байден? Байден. Ну, это же ваш президент. Что я могу о нем думать? Ну, мне хотелось бы, чтобы они с Путиным договорились и мир наступил. Потому что Путин не с Зеленским должен договариваться, а с Байденом. А как вы думаете, почему Украина отключила русские телеканалы? Ну, потому что они боятся правду видеть и слышать. Все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте! Здравствуйте! Вопрос, первое слово. Вы откуда? Я родился в США, но живу в Донецке уже 8 лет. И вы меня по войне будете спрашивать? Да. Не, не скажу. Спасибо. Не, не скажу. Спасибо. Последние несколько дней. Обстановка на Украине чуть-чуть эскалации. Что я могу сказать из этой ситуации? Как три дня уже Россия стреляет на каждый украинский город? Я вообще сама родилась на Украине. Восточной ее части. У меня там много родни. Я переживаю за все, что там происходит. И хочу, чтобы быстрее наступил мир во всем мире на самом деле. Чтобы не было этого. Ага. И как вы думаете, что нужно за мир? Я лично не понимаю, что нужно. Ну, нужно, наверное, договориться. Как-то по-мирному решить эти вопросы. Угу. Понял. Спасибо большое. Спасибо. Мы видели разные мнения. И многие люди, которые не хотят комментировать на ситуацию. И я говорю разные мнения, но немного разные. Многие... Проруссии, как мы в России. Это просто логика. Но... Многие люди хотят... Угу. 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 Сместо этого Nice. Угления, напомню. Что-то мы спросили за самым государством. Угlier. Угу. 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 Мы 16 слов. Угу. Угу. это, потому что мы очень многое благодарны. Вы можете поддержать нашу работу с ссылкой на экране или в описании. И я надеюсь, что вы получили что-то из этого репортного репорта. Потому что каждый репорт мы учимся. И мы рады, что вы учимся с нами. Поэтому, пожалуйста, лайк и напишите на видео, share это все социальные социальные. Подписывайтесь на наш канал. Давайте идем в Донбасс и мы поговорим еще раз, еще раз, еще раз, больше, больше, более оборудовательных новостей.